Шестиэтажный дом с небольшими квартирами должен был появиться здесь, в экологически чистом районе Ростова. Предварительный срок его сдачи – 31 июля 2013 года. Но, как можно увидеть, до завершения строительства еще далеко. Рабочих здесь давно никто не видел. Из техники на площадке лишь старый экскаватор. Единственные, кто регулярно проведывают стройку – люди, отдавшие деньги за будущее жилье. Обзавестись студией на тракторной 48 планировала и Елена Сидоренко. Вместе с мужем они взяли кредиты. В 2012 году заплатили за небольшую комнату 460 тысяч рублей. Вот у нас тип этажа, на четвертом этаже. Как видите, его здесь нет. Сам дом обещали сдать намного раньше, нежели сейчас. Поэтому мы сейчас просто требуем, чтобы нам вернули деньги, написали заявление о выходе с кооператива. Но то, что мы написали, нам так никто и не ответил, не прозвонил. В разговоре с представителями компании-застройщика Елена все же получила ответ на свое требование, но весьма неожиданный. Непосредственный начальник, который подчиняется по стройке, он сказал, что вы нас решили напугать. У нас все схвачено, все суды, все прокуроры. Так что у нас за нами стоят большие люди. И то, что вы сейчас здесь бьетесь, это все бесполезно, можете биться дальше. Вернуть деньги, вложенные в покупку жилья, пытается и Ирина Кочнева. Купленная для пожилых родителей квартира на 47-й линии 12 существует сейчас только на бумаге. А вот у владельцев у нее, как выяснила женщина, уже несколько. Я у них приобрела, да, квартиру в апреле месяц. Сейчас выяснилось, что эта квартира уже продана второй раз. То есть я уже связалась с владелицей квартиры, которая живет в Ростовской области. И она подтвердила, она написала заявление о расторжении с просьбой вернуть деньги. Денег они не вернули. Адвокат Дольщиков уверен, это непростая случайность. По его словам, документы изначально не соответствуют требованиям закона. Этот договор не регистрируется ни в диспетсе, ни в Росреестре, нигде абсолютно. Эту квартиру можно продать 10 раз. Вникнуть в суть договоров юридически неподкованному человеку трудно. В документах фигурируют названия разных фирм, в квитанциях о получении денег стоят подписи людей, которые в этих организациях уже не работают. Менеджер компании уверяет, суть проблемы в невнимательности самих покупателей. В объявлении было что написано? Продаем квартиры? Нет, ни в одном объявлении не было указано. Даже слово «жилой» нет ни в одном объявлении. Нет, это было именно объявление о продаже квартир. А вот содрали, которые с тем. Нет, апартаментов и комнат не было. Не жилой комнаты. Слово «жилой» здесь не было никогда. На баннере перед въездом на стройку говорится лишь о комплексе Парамонова. Но некоторые дольщики поняли совсем недавно, что приобрели комнаты в доме отдыха. То есть прописаться в них попросту невозможно. Представитель Треста курорт «Стройлег Железнов» переадресует все вопросы непонятливых покупателей своему начальнику. По возврату денег я некомпетентен говорить. Это будет говорить только Захаревич. Ну, чье вот это все хозяйство. А, чье это хозяйство? Это хозяйство Захаревича Андрея Сергеевича. Под федеральный закон о долевом строительстве ситуация не попадает, объясняют в региональной службе стройнадзора. Дело в том, что разрешение на возведение дома выдавалось физическому лицу. А значит, люди отдали деньги по собственной воле и без всяких гарантий. По нашим данным, по крайней мере, по территории тракторная 48И, выдано было разрешение на строительство физическим лицам. Физические лица, согласно 214 закону, не могут привлекать денежные средства гражданам. Могут привлекать денежные средства гражданам, то есть являться застройщиками, только юридические лица. Следовательно, гарантии от государства эти лица получить не могут. Тем временем в прокуратуре и правоохранительных органах стопка заявлений от обманутых покупателей квартира растет. На этой неделе дольщики ждут первых решений суда. Анна Ларченко, Владимир Иванов, Юрий Санкин. Главное новости.